Сернурская свадьба на московской сцене. Ансамбль из Мариел Ныжил Сэм вошел в число лучших творческих коллективов страны на фестивале славянского искусства «Русское поле» в Москве. В этом году фестиваль был посвящен 1025-летию крещения Руси. В праздники приняли участие коллективы из 59 регионов России и Республики Беларусь. Они радуют зрителей национальными песнями и костюмами, богатой самобытностью и уникальной историей, которая собиралась много веков. Фольклорный ансамбль Ныжил Сэм, что в переводе означает «Нежные переливы», покорил сердца жюри и зритель на фестивале славянской песни «Русское поле», который проходил в музее-заповеднике Коломенской в Москве и занял почетное второе место. Очень отрадно, что в наше время члены жюри, среди них были очень именитые люди, это в основном народные артисты России, начинают сейчас оценивать именно традиционную культуру, уникальность, самобытность, вот это какой-то национальный колорит. И в этом плане мы, наверное, заметно выделились. Я сама имею огромный опыт участия в различных конкурсах, и поэтому все эти моменты мы постарались учесть. В 20-минутной программе мы показали всю красоту культуры нашего народа. И шесть раз переодевались, показали шесть костюмов. Это было все очень мобильно, все это учли, долго репетировали. Одевать марийский костюм очень сложно, там очень много элементов, украшений, но мы были очень красивые. Поездке нашего фольклорного коллектива предшествовала долгая и упорная подготовка. Результат не заставил себя долго ждать. Наш ансамбль нажил Сэм в номинации «Лучший хореографический коллектив». Уступил только ансамблю народного танца «Русская душа» Вологодской области. Сначала у нас сермурская свадьба была, потом куженерская песня, гостевая песня была, парни пели малмышскую песню, башкирский танец танцевали, и линейский танец танцевали. На жюри, конечно, на наши костюмы смотрели, больно рады были, даже встали жюри, фотографировали наши. Мы в лаптях были, вот Зоя Соловьева в лаптях были, и нас фотографировали. Впечатления очень хорошие, я даже не думала, что мы второе место получим. Фольклорный ансамбль нажил Сэм начал свою историю 38 лет назад, но тогда он назывался Чудра Сэм. Несмотря на изменения в названии, народное творчество все также пользуется спросом. Гостям русского поля наш фольклорный коллектив запомнится надолго, хотя бы тем, что его участники прошли по набережной в своих ярких национальных костюмах, танцуя и громко напевая песни на марийском языке. Субтитры создавал DimaTorzok